На Псалом 95, 705 Воспойте, Господу, песнь новую! Воспойте, Господу, вся земля! Поистине прекрасную и чудесную песню воспел нам песнопевец Давид на своей духовной лире, пророческим языком предваряя евангельское слово и старыми словами описывая новые дела. Что же он воскликнул? Как мы только что слышали! Воспойте, Господу, песнь новую! Воспойте, Господу, вся земля! Посмотри, возлюбленный, и благоговейно подумай, как он, соединяя пророчица со словами благовестия, утверждает согласие догмата. Воспойте, говорит он, Господу, песнь новую! Мы знаем, братья, что новая песня противопоставляется старой, значит, нужно определить, что содержит в себе старая песня и что новая. И тогда, по различию предметов содержания, мы можем понять истинный смысл. Конечно, первая и самая древняя песня воспевалась при Черном море, Когда дивный Моисей божественной силою окаменил море, и дно морское обратил в сушу, И, воспевая песню, говорил, поем, Господу, славного прославите, коня из садников вверх в море. Другая древняя песня воспевалась блаженной Деворой, Когда она после поражения врагов ознаменовала победу величайшим, каким-то и комогла торжеством, Победную песню, судей пять, найдешь еще древние песни, воспетые, подобно первой в пустыне, Когда сыны Израилева нашли колодец и наслаждались новым благодеянием Божиим, числа 21.17. И вообще много следов древней песни откроется тем, которые близко и с чистым намерением вникают в священное писание. А нам следует теперь определить, какой смысл и какое назначение имеет эта недавняя и новая песня. Будь вполне внимателен к моим словам. Древняя песня была предназначена для одного народа и ограничена пределами одной страны, то есть Палестины. И вне этой страны народу не было позволено употреблять древнюю песнь. Но как народ был один и язык один, то к одному месту и одной стране были приурочены в древности богослужения Богу и песнь. Об этом свидетельствует Боженный Давид, влагая в уста плененных вавилоны евреев такие слова, как нам петь песнь в земле чужой. Видишь, что не позволено было древней песне распространяться по всей Поднебесной. Но пение ее присвоено было одному народу. И далее вспомним, что говорили да те же вавилонские пленники, когда вопрошали нас, пленившие нас о словах песней, и ведшие нас о пении. Воспойте нам от песней сионских. На это ввиду требования закона и запрещения петь божественные песни на чужой земле, они отвечают, как нам петь песнь Господня на земле чужой. Итак, древняя песня была решительно ограничена, как я уже сказал, одним народом и страной. А новая песня распространяется по всей Поднебесной и воспевается всей вселенной. Поэтому и пророк сказал, воспойте Господу, песнь новой тотчас прибавил, воспойте Господу, вся земля. Смотри, насколько шире здесь дар, каким распространенным представляется богословие. Смотри, как он указывает на введение новой песни вместо прежней, ограниченной. И чтобы никакими человеческими соображениями не затемнялось созерцаемое им, Псалмопевец не умолчал и о действии евангельской благодати, но сказал, воспойте Господу, вся земля. И далее прибавил. Псалом 95,2. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасения Его. Какое спасение? Очевидно, он разумеет многохвальное домостроительство Спасителя. А разумеет то время, когда Бог ради человеколюбия сделался человеком. Когда к страждущим пришел врач, когда сидящим во тьме воссиял свет, а заблудившимся открылся путь, тот путь, который сегодня взывал в Евангелии. Я есть путь и истина, и жизнь. Необходимо, братья, исследовать, ради чего Бог в древности ограничивал свой народ местом и страною, и почему не позволял ему петь божественные песни по всей земле. Прежде всего нужно твердо запомнить, что Бог не колеблется и не изменяется, и не переходит от одной мысли к другой, так что сегодня хочет одного, а завтра другого. Но будучи сам неизменным и постоянным, он приспособляется к человеческой немощи. Часто Бог говорит и дает законы не так, как мог бы дать сам по себе, но так, как мы в настоящее состояние принять. Мог он и древней песню возжечь светильник для народов, но носители светильников не были способны к проповеди благочестия. Если им самим зереного учения благочестия они не соблюли, то как другим могли передать закон благочестия? Так как это был народ неверный и непостоянный, то Бог повелел приносить ему жертву только в одном месте. А ныне приносится не одна жертва и на всяком месте. 706-709. Так Павел говорит, будьте подражателями Богу, как чадо возлюбленные, и ходите в любви, как и Христос вослюбил нас и предал себя за нас, в приношении жертву Богу в благоухание приятное. Ефесянам 5.1. Вторая жертва – жертва мучеников. Послушай Павла, он свидетельствует об этом. Умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую и святую, благоугодную Богу. Римлянам 12.1. Итак, первая жертва – жертва спасения. Вторая – мучеников. Третья жертва – молитвы. Да исправится молитва моя, как фимиам, как жертва вечерняя воздеяние рук моих. Псалом 142 стих. Четвертая жертва – хвалы, состоящая из хвалебных песней. Принеси в жертву Богу жертву хвалы. Пятая жертва – правды. Благоволишь жертву правде. 50.21. Шестая жертва – милостыня. Жертва чистая и нескверная. Посещает сирых вдовиц в скорбях их. Яков 1.27. Седьмая жертва – воскликновение. Воскликновение – есть воинский победный клич. Это не то же, что вопль. Когда на войне после победы кричат воины, это и есть воскликновение – радостный клич и знак победы. Поэтому и пророк ублажает будущих свидетелей победы Христовой, воспевающих победный гимн. Он говорит «Блаженные люди, ведущие воскликновение». Псалом 88.16. Итак, воскликновение – есть победный шум и крик на войне. После того, как Спаситель одержал победу над всеми врагами своими. Дерзайте, мужайтесь, ибо я победил мир. Мы воспеваем гимн в честь победителя, производим тот победный шум, который ублажает пророк в словах. «Обошли меня, но именем Господним я низложил их». Восьмая жертва – Богу сокрушенный дух. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного Бог не презрит. Псалом 50.19.26.6. Видишь, какие у нас существуют жертвы? Есть еще особая жертва, совершаемая в евангельской проповеди, учительное слово, о котором апостол Павел говорит «Священнодействие благовествования Божия добудет приношение Богу благоприятное и освященное Духом Святым». Видишь, как он показал, что и проповедь возносится перед Богом как жертва. Итак, имеешь первую жертву – спасительный дар, вторую жертву – мучеников, третью – молитвы, четвертую – воскликновения, пятою – правды, шестую – милостыни, седьмую – хвалы, восьмую – сокрушение и смирение, девятую – проповеди. Не опустил ли я чего? И действительно, я насчитал девять, а имел в виду сказать о десяти. Итак, какая же жертва пропущена? Да, есть и десятый вид жертвы – жертва плодоношения, о которой говорит Павел. «Принять от Епафродита постное вами, в благухание приятное, в жертву приятную». Телепийцам 4, 18. «Видишь, что и благотворение святым Павел называет жертвой. Вот как разнообразны наши жертвы. А я похвалил братья всех вас, или лучше сказать, мы все похвалили, и прежде всех Бог, жертву, которую вы совершили, я разумею, именно благотворение бедным. Вы оказали милость тем, которые ходят по площади. Они взывали их Богу и были услышаны вами. Вы подражали человеколюбию Божию, вы изгнали с площади позор бедности. И явилась милостыня ваша, и погасила стыд, потому что стыдом для имущих были вопли бедных. Вы собрали сокровище жизни, собрали сокровище в богатство правды. К этому именно богатству нужно стремиться. Богатству истины, богатству правды, богатству любви к бедным. Есть ведь, братья, два сокровища. Одно собирается у злых, а другое сперегается для добрых. Сокровище злых – непослушание, противление, беззаконие, о чем говорит Павел. Не ведаешь, что благость Божия ведет тебя на покаяние, но ты по жестокосердию твоему нераскаянному сердцу собираешь себе гнев на день гнева и откровение праведного суда Божия. Видишь сокровище грехов, накопляющееся у делающих беззаконие. Посмотри на сокровище, которое собирает для делающих правду их любовь к нищим. Послушай, что Павел пишет Тимофею. Богатых в нынешнем веке увещевай не высокомудрствовать и не уповать на богатство погибающего, но делать доброе, богатеть добрыми делами, чтобы полагали добрые основания для будущей жизни. Видишь сокровище добрых, видишь сокровище злых, а у кого сокровище хранится? Конечно, у Бога. Он и сокровища злых хранит у себя для воздаяния, и одних наказывает, а других исправляет. 710. Хочешь видеть, как он хорошо помнит об этих сокровищах и хранит их? Вот что говорит он о преданных злу устами пророка Моисея. Старозаконие, 32 глава, 32 стих. Ибо виноград их от виноградной лозы садомской, из полей гоморских, ягоды их, ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их, яд драконов и гибельная отрава яспидов. И когда пережислил эти дела беззаконие, след затем прибавил. Не сокрыто ли это у меня? Не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их. Скоро наступит уготованное для них. Так собирает он у себя сокровища беззакония для делающих неправду, а для делателей правды он хранит у себя сокровища Царства Небесного, о которых говорит Исайя. Там придет премудрость и благочестие от Господа. Вот это сокровища правды, о которых и Спаситель говорил святым своим ученикам. Собирайте себе сокровища на небесах. В беседе с богачем он же и говорил, иди вслед за мною, и будешь иметь сокровища на небесах. Будем же избегать сокровищ греха, а будем собирать себе сокровища милостыни, добрые дела, способные потушить всякий грех и разрешить всякое беззаконие. И чтобы твердо знать, какую силу имеет милостыня, рассмотреть тщательно сказанное. Из грехов одни против людей, другие против Бога. Например, быть нечестивцем, хулить, осквернять храм Божий, или преследовать Церковь Божий, или бесчестить священников. Все это восстание против Бога. А блуд, хабаровство, обиды, все это обращается против подобных нам рабов. Большая разница между тем, кто грешит против Бога, и кто грешит против людей. Нет ничего хуже нечести, нет ничего несчастнее, беззакония против Бога. Нет ничего нечестивее, хулы на Бога. Но и такое беззаконие может загладить милостыня, если грешник не продолжает свои хулы, но исправляет свой грех покаянием. Но пусть никто не порицает меня, плохо слушая мои слова. Я обращаюсь не к неразумии неразумных, но к вам, верным, воспитанным в истине. Нет ничего ужаснее нечести, нет ничего тягостнее хулы. Однако и такое зло заглаждается милостынью. Если только что искренне кто обратится к истине, в качестве примера возьмем древнюю историю Даниила. Валтасар, сын Навуходоносора, некогда поправший божественное установление, осквернивший святыню, осмелился во время общего пира среди пьянства, нечестия и хулы принести туда же и те священные сосуды, которые он взял из Иерусалима, и употребить их для пьянства. И принесли, говорит, сосуды Божьи, которые из Иерусалима, святыни, и пили из них он, царь, жены его, наложницы его и возлежавшие вокруг него. Даниила 5.3 Священным вещам наносилось оскорбление не только употреблением их на обыкновенном пире, но и невоздержанием пирующих. Таково-то зло, и Бог долго терпит. Это глубина не злобия, богатства милости, неисчерпаемое человеколюбие, ожидающее нашего покаяния, отлагающее наказание. Осквернители святыни, Бог терпит и изрекает ему предостережение. В то время, когда это происходило, случилось, что на штукатурке стены, то есть на обмазке, явилась как бы кисть руки, от кисти до пальцев, оста в руки и писала на стене «Мэнэ, мэнэ, тэкэл у парсин». Это были еврейские слова. Неожиданность чуда смутила царя и его гостей. Стали искать разрешение загадки и не могли найти. Многих толкователей позвал царь, но все они оказались бессильны объяснить явление. Когда призывается Данил, нужно было, чтобы сперва ложь обнаружила свое бессилие, а потом уже воссияла истина. И как в Египте прорицатели и мудрецы оказались бессильными, и тогда Иосиф открыл и изъяснил истину. Так и в Вавилонии, когда разоблачено было бессилие всякой человеческой мудрости, тогда просияла мудрость Божия и через верного своего служителя. Был призван Данил, явился провозвестник святых слов, духовная книга Писания, толкователь великого царя. И чтобы ты знал разницу между обыкновенным человеком и человеком Божиим, обыкновенным по природе, но бессмертным по душе, пророк, войдя на этот нечестивый пир, приглашается главой пирующих, разумеет, царя. Говорит ему этот последний, «Знаю о тебе, что в тебе Дух Божий, объясни нам, что означает эта надпись. Ты воздаешь честь слуге, а владыку оскорбляешь. Ты почитаешь человека, а Бога бесчестишь. Валтасар, признаешь Духа Святым, а Святой оскверняешь. Знаю, что Дух Божий Святой в тебе, еще при отце моем был в тебе преизобильный Дух Божий. И вот если разрешишь, говорит эту загадку, обречешься в портизу, золотую цепь наденешь на шею свою. Но этот блаженный и великий пророк ни во что вменяет человеческие дары, и выше всего почитай истину, говорит царю, «Дары твои иному мужу отдай, и даяния твои дай иным, а я же возвещу написанное». Но что будет для тебя награда за толкование? Воздаяние от Бога, или, лучше сказать, это и есть истинная для меня награда, истолковать истину и отомстить за благочестие, подвергающееся поруганию. 712. Достоин удивления поступок праведника, не объясняет сразу письмо на стене, но прежде всего обличает мысли царя. И что говорит? «Ты, сын его, Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, вельможи твои, жены твои, наложницы твои, пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, и железных, деревянных, и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание. И вот, что начертано. «Мене, мене, текел упарсин». Вот и значение слов. «Мене, исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Терес, разделено царство твое и дано медианам и персам». Заметь здесь достойное удивление. Как показал пророк, что Бог все делает числом и мерою. «Взвесил, говорит, и измерил. У него ничего не бывает без меры и без веса или беспорядка, но и суд наводит он справедливой мерой и наказывая, налагает наказание, соответствующее греху, не превосходящее грех, но соразмерное. Поэтому некогда после разрушения и истребления Самарии Бог угрожает тем же иудеи и говорил «Про струна Иерусалим меру Самарийскую и весы дому Ахава». 4 Сар. 21.13. Вместо того, чтобы сказать «Произведу над тобой тот же самый суд, какой произвел над теми, потому что божественный суд не без меры совершается, но определяется мерой, числом и весом, как и Спаситель говорил в Евангелии. «В меру, в которую мерите, отмерится вам». «И так измерил Бог и взвесил, и разделил, и исполнилось число царства твоего», говорит пророк царю. Что же последовало за этим приговором? Приговор тотчас повлек за собою исполнение. И ныне он говорит 4.24. «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдой и беззакония твоим милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Видишь, какова сила милостыни, как сильно человеколюбие, как содействует оправдание и милость к бедным. Пророк обещал, что если только послушает грешник, последует за обещанием и помилование. Но помилование приблизилось, а исправление души не последовало. Такой силой обладает человеколюбие к бедным. Милостыни очистила площадь от пленных, разрешит и узы плена на всей земле. Ты увидел площадь, наполненную пленниками. Это зрелище огорчило тебя. Но пошлет Бог суд отмщения, какого заслуживает преступление виновников этого зрелища. Потому что Бог не несправедлив, чтобы предать забвение души, неправильно загубленную или кровь неправильно пролитую. Правда, погибли святые, но они умерли за благочестие. Не указывая мне на вид плена и войны, но обрати внимание на то, что многие, отважившись бороться за целомудрие, подверглись смерти. Многие девы в мирное время увенчались, как бы во время преследования, и многие души были подвергнуты опасности. И не думай, что недостойны Бога были те, кровь которых была пролита. Подобные примеры истории известны из древности. Бог постоянно попускает святым подвергаться опасностям, чтобы через то проявить силу благочестия. Пусть никто не говорит мне, почему погибли они, если были святые. Как потерпели они такое бедствие, если Бог заботился о них? Послушай, как Давид под покровом древности воспевает события. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины, трупы рабов Твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых Твоих зверян земным, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Если эти были преданы как недостойные благочестия, те как были преданы. Если некоторые теперь терпят подобные вещи как недостойные, почему то же самое терпели и прежде жившие святые? Если же Он сам попускает это, все устрояя на пользу и через святых удерживает напор греха, то нет ничего несправедливого, ни в чем попускаемым силой Божией. Бог попускает это для того, чтобы воспитывать наше терпение. Часто также праведные подвергаются смерти за неправедных. Объяснение этого тебе известно из древних историй. Осуждает Бога Адама, говоря, земля, ты в землю возвратишься. Но заслуживший этот приговор остается в живых, а ни в чем не повинный Авель убивается, осужденный наслаждается жизнью, а праведный подвергается смерти. Однако и это не без пользы. 714. Хотя Бог предупредил Адама, что в день, в который вкусишь, смертью умрешь, однако согрешившего не предал сразу во власть смерти, чтобы смерть не приобрела полной и безграничной власти над родом человеческим. Если бы она сразу захватила согрешивших, то наказание не сопровождалось бы исправлением и покаянием. Но как неправда открыла ей путь к людям, так правдою она должна быть изгнана. Умерщвлены праведные, но они не погибли. В память вечную прибудет праведник. Пролита кровь праведных, но их пострадавших вследствие своей слабости. Бог принимает как сынов своих и как за сынов отмщает. Что столь легко истребленные врагами называются сынами Божьими и как сыны будут отмщены, эту мысль мне подсказывает блаженный Моисей. Что говорит он в своей песне? Веселитесь небеса вместе с ним и поклонитесь ему все ангелы Божии, веселитесь язычники с народом его, и да укрепятся все сыны Божии, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и ненавидящим его воздаст и очистит Господь землю свою и народ свой. Второзаконие 32.43 Если сыны Божии, то как умер шлен врагами? Видишь, как попускает Бог погибать праведным во славу благочестия и не препятствует делу, чтобы утвердить веру, веселитесь небеса, ибо кровь сынов своих отмщает, преданы как чужие, а отмщаются как сыны. Что борьба за благочестие есть мученичество, это очевидно и общепризнано. А как слушай и сообрази, вникнув глубже мысль слышанное. На суде что иное предлагается каждому мученику, как не отречение от Бога? И против этого именно предложения, вооружаясь, он принимает несомненный и неоспоримый венец мученичества. Над погибшими ныне святыми не производилось суда и не было судьи, но место судьи заступило совесть. Многим иногда, я говорю, конечно, не в осуждение, но для выяснения человеческих мыслей. Приходит мысль, которую может кто-нибудь и выразить во время скорби. Где Бог, которому я служил? Где Бог, которого я исповедовал? Здесь было волнение и буря, и корабль подвергался опасности. Если кто среди этих испытаний опомнился и сказал себе, разве я ограничен пределами этой жизни? Разве я земных благ желал? Не искал ли я Царства Небесного? Не ожидал ли я воскресения мертвых и жизни ангельской вечной? Какой вред нанесет смерть мне, имеющему вечное благо? Я не смущаюсь ничем временным. Я ожидаю вечного. Для пережившего такие мысли в душе моей судьей будет Бог, защитником благочестия, судилищем страх, свидетелем совесть, питающему венец правды, а прежде совести Бог, свыше награждающий подвижников благочестия, потому что видящий тайное увенчивает явно. Молись, говорит, отцу твоему в тайне, и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Итак, помолившийся в тайне увенчивает, а совершивший тайное исповедание в душе своей не будет увенчан. В мученичестве, братья, ценится не только конец, но и намерение. Не после того, как потерпел мученик усекновение, он делается мучеником, но с того самого времени, как он обнаружил готовность умереть за исповедание, он уже есть мученик, хотя бы не потерпел мученической смерти. Кто свидетельствует об этом? Блаженный Павел. Вкусив смерть только однажды, он представляет себя умирающим каждый день. В самом деле, как он говорит? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалой вашей братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. 1 Коринфянам 15.31 Каждый день умираю. Как же ты умираешь живой? Я умер намерением, но спасся благодатью. Насколько в человеческих силах и в моей власти, то поскольку я предал самого себя, я умираю каждый день, а что я как учитель сохранен для церкви, это уже дело божественной благодати. Бог все устрояет на пользу и одних предает, чтобы испытать мысли верных, а других соблюдает, чтобы сохранить закваску для церквей. Не осквернены были девы, потому что их намерения были чисты и мысли не запятаны. И заметь это, брат, девство принимает венец исповедания. Какое девство? Возникшее из свободного произволения или вынужденное? Разве ты не знаешь, что тысячи дев оставляют эту жизнь, сохранив непорочность тела? Разве не подвергались похищениям многие дочери язычников, беззаконных и нечестивых, готовившиеся к браку? Разве мало юношей, непорочных телом, до брака и супружества было предано смерти? Ярозные юноши и сыновей язычников, иудеев, нечестивых, еретиков, ведь бесчисленное множество их перешло в другую жизнь, сохранив телесное девство. По суду Христову удостаивается львенцов такое девство, и это множество получает львенец девство? Нет, не получает. В самом деле, если оно получает, то необходимость является заслугой, а если дело необходимости не составляет заслуги, но награда всецело относится к произволению, то неувенчанными остаются те девы и юноши, имевшие девство, но не имевшие произволение девство. Бог не принимает того, что совершается в силу необходимости, но только то, что совершается свободной волей. Итак, если тем тысячам девства не вменяется в девство, то и оскверненным против воли не вменяется лишение девства. Осквернено тело, но храм души не осквернен. Поругано тело, но не искоренено намерение. Итак, пусть никто не укоряет, что много святых подверглось насилием и плену. Святым обыкновенно свойственно страдать за нечестивых. Спаситель, не причастный никакому греху, предается на смерть за грешников. Исайя взывает 53-6 все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. И опять он же от уз и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Его он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен богатого. Потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Видишь, подражателями Христа являются страдающие за неправедных. Случается, братья, и иначе. Я беру теперь это событие в широком смысле. Случается, что некоторые из пострадавших бывают несвободны от греха. И Господь посредством этого временного несчастья исправляет грех, телесными ударами исцеляет душевные раны. Вменяется и смерть в наказание, вменяется и болезнь в наказание согрешающим из благочестивых. Но кто освидетельствует об этом? Павел. Конечно, ничего не нужно говорить без подтверждения на основании одного разума. Если что говорится не от Писания, мысль слушателей хромает, то соглашаясь, то сомневаясь, то отвергаясь сказанное как несостоятельное. Что принимая как убедительное? Когда же приводятся преданные письменные свидетельства божественного голоса, тогда и речь говорящего и внимание слушателя имеют твердое основание. Итак, какое слово свидетельствует нам, что несчастье и наказание, постигающие людей, вменяется в удовлетворение за грехи? Послушай, что говорит блаженный Павел, о приступающих недостойных таинственной трапезе, не знаете ли, что недостойно идущие в суд себе едят и пьют? 1 Коринфянам 11.29 И след за тем, что прибавил, посему многие из вас больны, то есть из-за того, что недостойно приступают к трапезе и немало умирает, вместо того, чтобы сказать умирает, так как и смерть постигает за грех. И далее продолжает, если бы судили себя, то не были бы судимы от Господа, разве не суд Божий болезнь и смерть? Но какая польза мне от этого суда, если я умираю? Какая выгода, если наказание сопровождается смертью? Если бы судили себя, то не были бы судимы, будучи же судимы от Господа, наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром. Бог признал за правду не губить праведных вместе с нечестивыми, не осуждать святых вместе с беззаконными и весьма справедливо, потому что нет основания почитателя Христа наказывать вместе с хулителем, точно так же благочестивого и прославляющего подвергать одному наказание с хулящими и бесславящими истину. Поэтому Бог скрытыми и невидимыми путями различен наказывать согрешающих из благочестивых, чтобы на Великий суд они предстали чистыми, чтобы наказав их здесь, там удостоить награды. Еще раз припомните апостольские слова, если бы судили себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, от Господа наказываемся, дабы не быть осужденными с миром. Согласно с этим говорит и блаженный Давид. Блажен говорит человек, которого вразумляет Господь и не оставляет его, чтобы дать покой ему в бедственные дни. Наказанный здесь, он там будет в покое и подвергнется более милостивому суду Божию. И не удивляйся, что благочестивого, понесшего наказание здесь, Бог в будущей жизни освобождает от наказания. В Божественном Писании ты найдешь для этого твердое основание. Не было никого порочнее садомлян и нечестивее жителей Гаморры. Однако, так как они понесли уже наказание здесь, Спаситель обещает им легкую сравнительно участь. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Если бы в Содоме были явлены силы, которые явлены в тебе, то он оставался бы до сего дня. Посему отраднее будет в земле Содомской и Гаморской в день судный, нежели тебе. Матфея 11, 23. Итак, если садомлянам понесенное здесь наказание смягчает будущий суд, подумай, насколько избегают будущего суда благочестивые здесь наказываемые. Да даст Бог и всем нам, избежавшие того суда, с дерзновением предстать престолу Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.